Русские новости 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 Да нет, кроме как «Майн камф» и «Миф 20 века» Розенберга, больше никаких книг в России на этот счет не издавалось, а все остальное – это что? Где? Расскажите, те, кто являются специалистами в этом вопросе, что такое национал-социализм и каким образом социализм пристыковывается к национализму. Для справа, для тех, кто не осведомлен, никакого национального социализма, никакого ровным счетом социализма в Германии не было. Не было там социализма, не было там первенства, даже просто первенства общественной собственности. Была частная собственность при Гитлере, как и до него. Более того, при Гитлере олигархическая структура экономики вполне сформировалась. Да, народ подчинили этому орденгу, дисциплине, и это дало определенные результаты на очень короткий промежуток времени. Но правило-то в стране олигархия, крупнейшие банкиры, крупнейшие промышленники. И в этом смысле ситуация в Германии чем-то сходна с нашей. Только там был экономический подъем и единство нации. У нас раскол нации, растворение всего национального, исчезновение даже преследования всего национального на территории России и развал, спад, развал государственности, развал государственных институтов. И здесь олигархия как бы дожирает государственность, а там она как бы подпирала государственность. Вот вся разница. Но не было там никакого социализма. Национализм был в своей форме такой агрессивной, с добавлением российских всяких мифологий. У нас национализм имеет какое-то российское измерение. Меня очень сильно удивило выступление как-то двое синхронно. Два публициста в интернете выступили, которые просмотрели видеоролик, где три пьяных якобы скинхеда, а определились они только тем, что голова была побрита, под видеосъемку. Его с мобильного телефона избивали в метро граждан. Ну там был полупустой вагон, что была за стычка непонятно, кто там прав, кто виноват. Но поведение этих людей с бритыми головами было абсолютно неадекватное. Там били ногой в лицо сидящему человеку, в общем-то беззащитному. И эпизод очень короткий. Может быть, этих скинхедов через секунду просто измолотили и вышвырнули из этого вагона. Я думаю, что так и должно было произойти в реале. Ну если только уж не совершенные там недоноски сидели в этом вагоне, они, ну все мужчины должны были собраться, просто скрутить этих людей. Либо вышвырнуть их из вагона, желательно на полном ходу, либо просто на следующей станции сдать полиции. Но привлекло внимание именно то, что бритые головы были, и якобы это скинхеды. И скинхеды были объявлены, двумя этими публицистами, независимо, были объявлены неким лицом национального движения, лицом национализма в России. Но это бред силой кобылы, скажу я. Это просто повторение либеральных бредней о том, что вот скинхед это и есть облик русского националиста. Но ничего общего скинхед с русским национализмом не имеет. То есть вообще никаких перекрываний. Скинхеды это движение, во-первых, субкультурное, а не политическое. Даже его субкультурным трудно назвать в России. Это, ну как бы, антикультурное явление движения в среде молодежи. Вот хочется плюнуть в лицо общественному мнению, которое, в общем-то, позорно и постыдно тоже обслуживает интересы начальства. А вот такой малоадекватный протест. Это побритая голова и там какие-то тяжелые ботинки, черная одежда. Но мы знаем, что были так называемые скинхеды в России красные и так называемые скинхеды нацисты или фашисты, не знаю. Но ничего политического в их поведении никогда не было. Это не было политическим объединением, никакой политической организации не было. Были какие-то группки, которые каждая жила своей жизнью. Были те, кто решал, что надо гоняться за таджикскими дворниками и походу там убивали не только таджиков, но и людей со славянским типом лица. Просто потому, что что-то там такое показалось. Или просто использовали вот такую мотивировку, которая уже не видит ничего, а видит только жертву. Это все растворилось, все эти люди по большей части сели в тюрьмы или просто переросли свою глупость, свою тупость и стали просто взрослыми людьми. И отошли в сторону от вот этих всех безобразий. То есть все это закончилось. И нам сейчас какие-то умники начинают повторять либеральные бредни о том, что якобы в 2000-е годы или там 2010-е годы лицом национализма, русского национализма был скинхед. Такого не было никогда. Это была выдумка наших врагов. В моем кругу никогда не было никаких скинхедов. Я знаю, что я русский националист, самоопределившийся достаточно жестко в 92-м году как русский националист. Достаточно прочитать было вот человеку, ну как бы моей среды, где в общем-то стремление к интеллектуальному росту было заложено, книгу Ивана Ильи на нашей задачи, чтобы стать русским националистом и отбросить всю вот эту шелуху коммунистическую, либеральную, вполне определиться, кто ты есть. И вот я с 92-го года себя числил не только националистом, но и монархистом. И вот с тех пор вокруг меня, я был в разных группах, которые называли себя националистами, были люди с российскими бреднями. Ну это такие, знаете, интеллектуальная провокация такая вот очень часто у людей, которые не могут найти себе объект для исследований, но обладают достаточно мощным интеллектом, есть вот стремление какие-то мифы общественного сознания превратить в интеллектуальные провокации. Ну вот такие люди встречались с российскими установками, но не жесткими, они как-то потом со временем распадались, рассасывались. Но, извините меня, скинхедов не было никогда и никаких. Среди русских националистов, ну я не знаю, я, наверное, со всеми знаком, я никогда не видел никаких скинхедов. То есть те люди, которые следовали идеологии русского национализма, ну хотя бы частично, никоим образом не совпадали со скинхедами. Да, там где-то у Лимонова такие так называемые национал-большевики, которые никогда не обладали никакой доктриной, там какая-то вот возня была людей с бритыми головами, вот они себя, наверное, считали скинхедами. Ну достаточно голову побрить и в каких-нибудь силовых акциях пару раз поучаствовать. Вот это все, что есть от скинхедов. Образом русского национализма скинхеда делали средства массовой информации, либеральные. Поэтому мы никакого отношения, мы русские националисты, к скинхедам никогда не имели, не имеем и не будем иметь. Скинхеды, как еще раз повторю, не политическое, а такое антикультурное, субкультурное явление в среде молодежи, низкообразованной и не понимающей вообще ничего в этой жизни. Ну есть и другие группы, есть там пацифисты, либерасты, там педерасты и так далее. Ну вот в ряду самых разнообразных таких вот явлений, которые, я считаю, неправильно называются субкультурными, стоят и так называемые скинхеды, копирующие что-то там такое с запада. Ну на западе это все-таки действительно какая-то субкультура, потому что там поливозрастные эти группы, тоже большинство молодежи, но все-таки там это так называемая культура, как и культура байкеров, или там субкультура байкеров существует, и там разные возрасты, стили жизни и так далее, они объединяются как группы по интересам. У нас ничего подобного нет и скорее всего никогда не будет. Поэтому обращаюсь к тем, кто вот уплыл туда, в эту сторону. Русский национализм это Иван Ильин, вот профессор, интеллектуал, вот люди такого типа, это националисты, люди, которые любят свою страну, любят свою историю, защищают ее и противостоят противоположным идеологическим доктринам, коммунизму и либерализму. И всяческим смесям, которые нам представляют, которые доктринами не являются, но нам представляют, вот знаете, это патриотизм. Патриотизм это не идеология, и никогда идеологии не будет, и никакой национальной идеи в патриотизме нет, это общее место, общее место гражданского сознания, один из его элементов, не более того. Вот поэтому русский национализм имеет, и русское движение имеет свое идеологическое поле. И это идеологическое поле не укладывается в распределение правый-левый, как я уже неоднократно говорил, что такое правый, что такое левый. Подумайте сами, попробуйте определить, что такое правый, что такое левый. Ну, у нас говорят, мы по экономическим признакам судим, левые это вот которые, которые за обобщисление собственности, а правые это которые за частную собственность. Ну, и тогда среди правых оказываются все подряд, как и среди левых. Кого там только нет, и никакой идеологической базы у этого правого и левого не существует. И якобы, вот те, кто считает, что можно распределиться на правых и левых, и вот между правым и левыми устроить склоку, считают, что есть какие-то степени левизны, провизны, которые как высчитываются, непонятно. А какая должна быть доля частной собственности? Вот 100% это крайне правые, видимо, а 0% это крайне левые. Это, конечно, полная чепуха, которая абсолютно не соответствует политической науке и даже социальной психологии. Потому что идеологический выбор зачастую связан не с интеллектуальным процессом, а с эмоциональным процессом. Люди склонны к определенного рода поведению, свои личные особенности, своего характера превращают и в политические предпочтения. Надо сказать, что подавляющее большинство людей вот в таком психологическом плане близки в России, естественно, русскому национализму. В любой другой стране национализму, консерватизму, традиционализму. Приближенность людей, взрослых, естественно, способных что-то формулировать и самостоятельно как-то определяться, самоопределяться в этом пространстве ценностных предпочтений. Вот в этом секторе и прибывают. Но их политическими методами, технологиями раздергивают, втягивают в разные другие группы. И заставляют поверить, что они там левые, правые, социалисты, коммунисты, бог знает кто. И в России происходит то же самое. Подавляющее большинство сконцентрировано вокруг традиционных ценностей, ну не менее 80%. Но финансируют, изо всех сил накачивают иные политические группы предпочтений, вот либералов, социалистов, коммунистов. Искусственно выращивают, вот можно сказать, в пробирке каких-то там кремлевских политтехнологов, выращиваются именно группы, объединенные вот именно здесь. Если бы провести свободные выборы, я думаю, что националисты-консерваторы забрали бы конституционное большинство в Думе элементарно. Ну если, конечно, убрать проходимцев, предателей, изменников, которых полно побывало во власти, они уже чему-то научились. Вот если лишить их финансирования, лишить соответствующие политические структуры финансирования, прямых изменников, предателей, воров просто устранить с выборов, тогда националисты-консерваторы забрали бы подавляющее большинство в Государственной Думе, в какие бы партии они бы не объединились. Но искусственно нам создают такую ситуацию, что якобы у нас ведется какая-то борьба между правыми и левыми, а их не существует. Нет этой борьбы. Актуальной этой борьбы нет. Это имитация, это театр. Мы смотрим на этот театр, там есть как бы два действующих персонажа, такие коллективные личности, которые между собой спорят. Якобы правые, якобы левые. И такой надмирный арбитр сидит в позе лотоса над ними и их умиротворяет постоянно. Это такое олицетворение правящей бюрократии с лицом Владимира Путина. Вот это сценарий, который нам предлагают. Реально его нет. Но и здесь есть как бы три силы. Три силы, как бы один режиссер и сценарист, режиссер одновременно и постановщик. И две силы, которые исполняют театральное действие. Нет такого распределения, еще раз подчеркнем, ни правых, ни левых не существует. Есть у меня разные публикации на эту тему. Вот первая такая фундаментальная публикация вышла у меня под псевдонимом книжка еще в 95-м году. Идеология абсурда называется. И здесь представлена трехвекторная схема на плоскости. Вот такая схема. И здесь показано три вектора. Либерализм, социализм, традиционализм. И промежуточные зоны, которые были названы зоны перехода. Переходные зоны, либо зона абсурда. Между либерализмом и социализмом зона абсурда это как раз там, где действуют все бюрократы. И навязывают этот абсурд обществу. А переходные зоны, там где неустойчивые, не имеющие связанных доктрин группы действуют. Вот национал-социалисты или национал-либералы, так называемые нацдемы. Ну на самом деле либералы, но прикрывшиеся такими националистическими высказываниями. И национал-социалисты примерно то же самое. Либо недоделанные националисты, которые не понимают некоторых аспектов национализма. Либо просто социалисты, которые прикрываются национальными лозунгами. Ну мы за социализм не во всем мире, мы не интернационалисты, а вот только для самих себя. Такой вот эгоистический социализм или эгоистический либерализм. Какая разница? В общем это ни то ни другое национализмом не является. Вот такая схема на плоскости. Попробуйте ее оспорить. Ну как можно оспорить, если интеллектуальный базис давно уже сформировался в политологии. Есть три вот таких вектора. Я просто предложил схему, уже больше 20 лет прошло, как я ее предложил. И много было публикаций на эту тему. Этот базис сформировался и от него никуда не денешься. Три вектора есть. Не два, не правый, а левый. А три. А почему не в пространстве, а именно в плоскости? Ну потому что так вот устроено человеческое сознание, что в плоскости оно может мыслить, а в объеме нет. А в объеме не может. И если в объеме, то надо постоянно перерабатывать некие срезы такие, срезы вот этого пространства, превращая их в плоские модели. Вот. И не только сознание так устроено, но и жизнь так устроена. И на это указывают социологические исследования. Дальше просто скажу. Вот здесь еще основные системы ценностного поля идеологии. Вот еще одна табличка. И здесь написано, что вот там где традиционализм, национализм, консерватизм, это вот этот вектор. Национализм это просто политическое измерение традиционализма или консерватизма, другими словами. Здесь как бы вот пик традиционализма в политике это православие, самодержавие, народность. Или там вера, нация, держава, если отвлекаться от формулировки 19 века. Вот здесь именно эти ценности представлены. Для либералов это свобода, собственность, законность. Ну, законность там такая, своеобразная законность. Законность для меня. То есть полный эгоизм, свобода, собственность, законность. Главное это моя священная частная собственность, моя священная личность, поэтому Бога нет. И законность. Законность такая, которая обслуживает меня лично. Вот меня ограждает от... Мою свободу ограждает от свобод всех остальных. Вот примерно так. И коммунистическое доктрирное равенство, коммунизм в смысле вот этой общинности такой, и интернационал, то есть нет государства. В традиционализме, естественно, государство-нация, ключевые ценности. В либерализме это личность и все ее качества и характеристики, как бы они ни сформировались. Поэтому любой выбор, будешь ты либерастом, педерастом, я не знаю, там, сатанистом, вот это все свобода личности считается. Так это уже произошло вырождение классического либерализма к современной либертарности, или вот, как мы говорим, либерасты. Это вполне справедливое указание на полную деградацию в рамках эгоизма какой-либо политической модели. Все должно быть, все должно развалиться, все общественные структуры должны развалиться, а люди частным порядком должны федерироваться, как им захочется. Захотели, создали государство, завтра расхотели, перешли в какое-то другое государство, другое подданство, где мне сытно, там и родина, и так далее. Вот это либеральная доктрина, я сам по себе, вы все сами по себе, мне все предки, все их жертвы, все их страдания вообще по боку. А у социалистов то же самое, все, что было до нас, все это дрянь какая-то, а вот что будет при нас, такие вот коллективные объединения, коллективные собственности, якобы где-то это работает, якобы в любом коллективе не выделяется лидер и не выделяется тот, кто на самом деле является владельцем, при том, что коллективная собственность объявлена. Как бы так где-то бывало, да не бывало, даже в Советском Союзе не бывало такого. На фасаде было написано одно, за фасадом было совершенно другое. Те, кто жил при социализме, Брежневском или Хрущевском, прекрасно это знают, а при Сталинском-то и тем более, вообще рядом с теми доктринами, которые провозглашались, лозунгами, нет, доктрины-то соблюдались. А лозунги прямо противоречили жизни. И также вот в этом 95-м году партии очень хорошо распределились в несколько таких блоков, которые образовали совершенно другие полюса, не правые и левые, а полюс державного социализма и полюс либерального абсурдизма. Вот эти вот распределения тогда на выборах 95-го года очень хорошо уложились во все эти, ну здесь много было, хорошо было, что много было партий, сейчас бессмысленно рисовать это. Ну можно нарисовать, но проку нет. На плоскости все очень хорошо коррелирует и можно сопоставить и понять, какие доктрины существовали, какие партии ближе были к каким доктринам. Естественно, на разном расстоянии от этих доктринальных векторов все находились. В дальнейшем я использовал эту тему, тему распределения по трем векторам и в книге «Политическая мифология», которая тоже была написана под псевдонимом. Ну псевдоним мне был нужен, чтобы не раскрыли меня люди, которые тогда, в общем-то, поддерживали терроризм на Северном Кавказе, Чеченскую войну и так далее. Ну просто один раз применив этот псевдоним, я уже дальше его стал применять. Избавляясь от преследований московских властей, Лужкова, который судился с издательством, издавшим первую мою книгу. Но потом, чтобы не подставить свою семью, своих друзей, близких, в том числе и издателей, под какие-то действия террористов, которые действовали на территории всей России, не только на территории Чечни. И здесь тоже, вот в книжке, это книжка, дай бог памяти, уже 2003 года, но она до этого еще раз, это было второе издание. Здесь то же самое, вот консерватизм, либерализм, социализм, три ключевых вектора. И здесь же это использовалось в рамках теории социальной психологии. И различные социально-политические группы, которые существуют неформально, не объединены в партийные группы, тоже очень хорошо распределяются именно здесь, вот в этой плоской модели. Не могу найти еще одной публикации, которая у меня была, где как раз показывалось, как образы политиков размещаются в этом поле, как сами политики себя мыслят в этом поле, как противники видят тех, против кого они голосовали или против кого они выступают. То есть в этом поле хорошо прорисовываются все образы. И то, что непротиворечивые схемы возникают, подтверждает, что это хороший инструмент политического анализа. Кроме того, есть еще социология. У меня куча всяких осталось публикаций, каких-то вот я специально порылся в архиве, в архиве посмотрел. Как проводится социологический анализ? Есть опрос, создается масса вопросов в какой-то ограниченной группе людей, которая считается, отражает облик общества. Ну где-то вот 1200 человек опрошены специально, чтобы там пропорционально были представлены возрастные группы, там профессиональные группы, по уровню образования, распределения и так далее. Вот 1200 человек специально отбираемые или опрашивают много народу, потом отсеивают, отбрасывают лишнее и вот представляют, анализируют уже результаты примерно на 1200 человек. Конечно, есть там неточности, неточности методики и халтура просто. Очень часто бывает, что результаты на самом деле очень неустойчивы. Сегодня ты провел анализ, через месяц провел другой анализ, другие цифры, там разница процентов в 20, в 30, докладывают, что разница там в 3%. Ну, допустим, что идеально проводят такие опросы и у нас возникает такая табличка, вот есть, например, столбик выписанный по номерам 1, 2, 3, 4, респондент, который опрашивается и по вертикали в табличке указаны номера вопросов. 1, 2, 3, 4, там какие-то вопросы. Желательно, эти вопросы тоже надо изящно задать, так, чтобы они не повторяли друг друга или если повторяли, то как бы самопроверка происходила. Вот мы один и тот же вопрос в разных формулировках задаем, устойчив ли будет ответ. Ну, пусть будет так, вот в целом эти вопросы, ну, как бы да, нет и пропуск. Ну, пусть будет самый простой вариант, да или нет, единичка или ноль. Таким образом, у нас образуется большая таблица такая, в зависимости от количества вопросов, ну, так, штук 100 вопросов там надо задать, в том числе и по социально-демографическим факторам, но они обычно отбрасываются, они технические вопросы. Вот основные вопросы, ну, пусть там 30, 40, 100 вопросов. И 1200 человек, вот такая большая таблица, состоящая из нулей и единиц. Дальше, что с этим делать, как узнать, как группируются эти люди, в какие клубки сворачиваются вот отдельные группы, образуют ли социально-демографические группы политическое единство или нет, или они как-то по-разному, как разные политические единства, вот эти клубки, которые складываются близкие по ответам люди, к каким политическим взглядам они склоняются. Ну, там, среди вопросов может быть, например, поддерживаю КПРФ, или поддерживаю Единой Россию, поддерживаю Путина, или не поддерживаю. Такие вопросы, среди всех остальных, могут быть и ценностные вопросы. Поддерживаю, там, скажем, личную свободу, поддерживаю федеральные устройства государства, или не поддерживаю, поддерживаю унитарные устройства. Вот комплекс этих вопросов. Таблица большая есть. Что с ней делать, что с ней сделать социологу? Как построить пространство, в котором можно ввести понятие расстояния между отдельными респондентами, чтобы можно было потом увидеть, как скучковались эти респонденты в какие-то группы, что делать. Самое простое, что делается, это считать, что два респондента занимают одну и ту же позицию, когда у них разница между «да» и «нет», то есть у них совпадение. Полное совпадение там, где первый отвечает «да», там и второй «да», когда первый отвечает «нет» и второй «нет». То есть полное совпадение. Любое различие, скажем, в одном вопросе разные ответы прибавляет к расстоянию, ну скажем, единичку. Если все вопросы разные, значит это расстояние максимальное. Если все вопросы одинаковые, значит расстояние между, вот в этом пространстве, которое мы анализируем, нулевое. Хорошо, не проблема, мы вот эти разницы собираем и уже у нас табличка различий между респондентами. Между первым и вторым такое различие, между первым и третьим такое, между вторым и третьим такое. Мы набрали таблицу различий между респондентами. Дальше мы строим пространство. Это многомерное пространство в любом, в общем случае мы не укладываемся ни в двумерное, ни в одномерное. Это многомерное пространство, в котором, как оказывается, и социологи это отмечают, если социологическое исследование произведено качественно, то размерность этого пространства путем некоторых ухищрений можно резко уменьшить. Ну, с многомерным пространством работать невозможно, визуально определить, где какие клубки невозможно тоже. Можно, конечно, там набрать эти клубки в многомерном пространстве и сказать, что вот тут, тут, тут есть какие-то сгущения групп респондентов. Но все равно визуализация требует, чтобы это было показано на плоскости. Любая публикация требует, хорошо, сделайте тогда срез вот в такой плоскости, в такой плоскости и покажите, где есть клубки, как они распределяются вот уже в срезе этого многомерного пространства. Но предпочитают все-таки максимально уменьшить это пространство. Представим себе вот линию и вдоль нее точки набросаны. То есть такое распределение, такой вытянутый характер имеет. И тогда мы просто проецируем на эту линию ближайшие точки и уменьшаем размерность от двумерного до одномерного, до линии. И точно так же действует и с многомерным пространством, уменьшают размерность пространства хотя бы до плоскости. Иногда приходится там трехмерное пространство, но все-таки стремятся к плоскости. Если не получается плоское измерение, мы проецируем все на плоскость, которая создает минимальную ошибку, и определяем эту ошибку. То есть до какой степени нам пришлось сжать вот это многомерное пространство до двумерного. Какие расстояния до вот этой плоскости у вот этих точек, определяющих респондентов. Как только мы сжали, мы эти расстояния учли и написали ошибку. Где-то вот в рамках какая-то ошибка считается допустимой. И если распределение действительно вдоль некой плоскости, то и очень хорошо. Но удобнее всего это вот модель двумерная, качественное исследование. Я уверен, что это свойство человеческого сознания, что только двумерное представление и показывает нам то, что действительно в самом деле происходит и в самом общественном сознании. Мы это можем анализировать, соответственно, может анализировать какие-то элементы действительности тот, кто их и выражает вот в этих всех опросах. То есть сведение до двумерного пространства является азбукой социологии. Без этого бессмысленно проводить исследования, которые невозможно визуализировать. Конечно, наверное, в ситуации хаоса ничего вообще не получается. То есть получается такой распределенный многомерный шар, где нет никакого сгущения, полный хаос. Все со всеми перессорились и никакого кучкования вокруг каких-то там ценностей не происходит. Но это значит либо исследование хаотичное, то есть нет никаких предпочтений, нет, которые бы притягивали группы граждан. Либо это ситуация полного распада какого-либо общества, его не существует. Ну, такого нет, такого не бывает и никакие исследования к такому не приводят. Вот чаще всего удается, ну, у меня был опыт, когда я там попросил вот этими, тех, кто занимается такими статистическими моделями, программы соответствующие, там методы ухищрения и так далее, обработать массив информации, голосований в Московском городском совете в 1991-1993 году. Но не получилось, не получилось, действительно там вот к двумерному пространству привести не удалось. Это связано еще и с политической дисциплиной, которая возникает у разных групп. Бессмысленно анализировать голосование отдельного человека, если кто-то дает команду и все голосуют одновременно. Ну, тогда пофракционно анализируется это все, то есть как такие коллективные личности, вот каждая фракция становится коллективной личностью. Тогда имеет смысл вот такой анализ уже фракционный. Можно тоже все это дело представить в виде таблиц, сформулировать и сфабриковать вот в такую плоскую модель. А дальше на плоской модели надо определиться, а как здесь, куда, какие, где векторы, куда направляются. Дальше возникает политическая теория. У нас есть масса субъектов, которые скучкованы в какие-то группы и размещены на плоскости. А дальше, как нам анализировать все это? Дальше наложение некой теоретической ценностной модели происходит. Кто следует каким ценностям? Имею в виду в данном случае, естественно, политические ценности. Но могут быть включены и другие, и могут включены быть как ценность, например, образ какого-то политика. Есть любители Немцова, они могут скучковаться вокруг образа его личности, который тоже может попасть в это пространство. А если мы анализируем одномерную модель, вот тогда мы получаем, я вот тут смотрю, анализ правый и левый. На основе факторного анализа по 180 округам голосования. В образовании вот такой расчет был в 1995-1999 годах. По оси левой и правой. То есть это тоже социология, в которой представлено голосование за какую-то партию. Вот смотрим, левая часть, в 1995 году, левая группа ЛДПР, самая левая получается, КПРФ. И дальше там партия была Тюлькина, коммунистическая, и Аграрий, вот левая. Кто такие правые? Ну это понятно, демократический выбор России, там Гайдаровцы, Яблоко, Наш Дом России, Наш Дом России, Черномырдинская партия. Это правая, это вот партия бюрократии, которая тоже действовалась с ультралибералами, с Яблоком и с гайдаровцами. Дальше в серединке, в серединке идут ближе к левым женщины России, такая гендерная партия существовала, абсурдная партия, но тем не менее она получается в серединке, она как бы не правая, не левая. А ближе к правым, это вот некоторые партии, я даже не знаю, партия трудящихся, что ли называлась, ПСТ, не помню, что такое. И Конгресс русских общин, вот здесь вижу. И там же против всех, это вот те, кто ближе к правым. Мы видим на самом деле, что здесь полный абсурд. Левые смешались каким-то образом с ЛДПР, и ЛДПР к левому никакого отношения не имеет. И партия бюрократии НДР смешалась с так называемыми правыми либералами, то есть враги оказались на одной идеологической платформе. Это очень любопытно. Что касается 99-го года, здесь положение изменилось. Здесь партия бюрократии Единства в 99-м году, путинская партия, оказалась крайне левой, крайне левой рядом с КПРФ, который следует за тем. Потом там же ЛДПР, Тюлькин, чуть правее женщины России, наш Дом России переместился в центр, стали центристами, замечательно. Были левыми, через 4 года стали центристами, может быть такое. И, соответственно, вот эта либеральная группировка, она так осталась, СПС, ОВР, это какой-то там выбор России, и Яблоко. Вот это, якобы, вот эта правая либеральная группировка. То есть получается, что не подходит по социологии сложить все на одну линию, сказать это левый и правый, не получается. Тем более, что многие силы в выборной кампании не представлены, не представлены. Вот я тут тоже как-то из какой-то своей статьи выдернул, не помню. 96-й год, это образы кандидатов в президенты 96-го года. Вот эта табличка, видна, наверное. И здесь мы видим, что Лебедь и Явлинский почему-то стали в образах, в тех представлениях, которые существовали у избирателей, очень близки. Ельцин и Зюганов антиподы, и антипод этим двум антиподом Жириновский. В принципе, это можно было бы понять, но на плоскости, вот здесь оказалось, что плоскости недостаточно. Поэтому я нарисовал по социологическим данным, естественно, это вот у меня был по данным фонда общественное мнение, сомнительным данным, прямо скажем, вот это объединение Явлинского и Лебедя, очень сомнительно. А вот по данным, из которых я построил образы кандидатов через данные фонда Индем, такое исследование для демократии, был такой фонд, приближенный к властям, но достаточно независимый. И он тогда в 96-м году сделал тоже исследование, я провел свое изучение этих данных и построил трехмерную модель. Вот она, трехмерная модель. И здесь мы видим, что в плоскости есть треугольник, который был и по данным фон, Зюганов, Ельцин, Жириновский, такой треугольник. А другой треугольник как будто протыкает этот, то есть две плоскости пересекаются, это Явлинский и Лебедь уже находятся на большом расстоянии, а на противоположной стороне этого треугольника Горбачев тоже такие. Вот это трехмерная модель, но скорее всего она является следствием неудачи социологического исследования. Трехмерная модель уже очень трудно воспринимается, и где здесь идеологические векторы, совершенно непонятно. Вот здесь вот еще тут у меня были, было тоже на базе данных социологического исследования по выборам 95-99 года. Вот я плоскую модель составил, тут ее исчиркал чем-то, когда-то занимался этим. Вот здесь можно посмотреть, вот эта модель по социологическим данным, тоже как распределяются на плоскости разной партии. Вот мы видим, когда мы плоскую модель берем, у нас никаких попрыгушек нет. Была КПРФ в 95-м году, рядом в 99-м году. Тюлькин между 95-м и 99-м никак не отличается, ЛДПР почти не отличается. Вот что здесь еще? Либералы все по одной ветви распределены, все в один угол стянуты. Вот, и здесь видно, что должна быть именно двумерная модель. Вот была тоже публикация известного социолога Айзинга. Айзинг известен в своей книжке «Проверьте свои способности», но на самом деле он занимался социологией и в других местах. Вот его схема, его схема в плоскости, как распределены разные идеологии. Здесь он действовал так, он задавал вопросы, и в этих вопросах была заложена идеологическая модель. В одном случае это прибавление по координате от соглашателей до непримиримых, в другом случае это продвижение по координате радикалы-консерваторы. То есть один вопрос сдвигает эту точку, которую мы ищем, где находятся сторонники той или иной концепции, скажем, по горизонтали, в другом случае по вертикали. И у него получилось, что на плоскости действительно происходит распределение, как он и заложил в свое исследование. Но здесь у нас слева коммунисты, социалисты являются более соглашателями, поэтому опустились вниз, но менее радикалами, поэтому продвинулись в сторону консерваторов. Потом либералы, еще большие соглашатели, но они уже идут в консервативную плоскость. То есть консерваторы более радикальные, но, естественно, в консервативной плоскости продвинулись. И фашисты это то, что непримиримые, но между радикалами и консерваторами они занимают серединное положение. Вот эта схема Айзенка, она довольно-таки сомнительная, но тем не менее методики используются именно такие. Наконец, что здесь вот еще у меня? В итоге многомерного шкалирования данных о социально-политической ориентации электоратов этих 11 партий. Ну это, видимо, 95-й год. Ну вот, посмотрите на эти, это не мои данные. Вот я просто их представляю, что социологи именно в этой модели работают. То есть, с одной стороны, кластерный анализ, который показывает, ну как бы вот цепочку выставляет и связанность. Это вот коммунисты, это КПРФ и Аграрная партия, вот они органически связаны и отдельно размещены. Дальше националисты. Здесь держава Рудской, если помните, формировал тогда. И ЛДПР. Вот ЛДПР считали, люди считали националистами. Хотя, конечно, Жириновский никогда националистом не был. Это актер, у него вообще нет никакой идеологии, поэтому его именно использовали для того, чтобы заместить, вместо настоящих националистов подсунуть Жириновского. А Жириновский исходно был подделкой, почему называется либерально-демократическая партия. Это подделка. Пытались заместить как раз либералов в сознании людей, что либералы бывают разные. Есть там гайдаровцы, а есть либеральные демократы Жириновского. Тем более, это как раз евреи и всякие прочие меньшинства втягивались именно в эту партию. Ну, насильственно тогда КГБ сбивало вот этот электорат. Еще не было никаких партий, было только КПСС и ЛДПР, вот первая появившаяся партия. А другие партии появились гораздо позднее. ЛДПР появилась еще, когда СССР существовала. Это была либерально-демократическая партия Советского Союза. А потом преобразовалась в Российскую, когда и тогда многопартийность пошла уже. Потом умеренные реформисты. Конгресс русских общин, он как раз ближе к державе. Женщины России, вперед Россия, НДР, это вот такой кластер. И демократы, яблоко и ДВР. Ну, это настолько элементарно, вот это вот распределение по группам, что здесь сомнений нет, кто к кому ближе. Тогда вот в образах, которые были представлены на выборах, кто к кому ближе, как-то разобрались избиратели. А вот на плоскости, когда методом вот этого углубленного социологического опроса, использование вот этих расстояний, многомерного пространства, сжатие ее, вот сжатие до плоскости произошло. Что здесь мы видим? Ну, тоже вот отдельная группа АПР, КПРФ, отдельная группа ЛДПР-держава, отдельная группа так называемых умеренных реформистов и яблоко ДВР. Но уже здесь мы понимаем, что какие-то надо проводить оси. Здесь не так все просто. И вот эти оси как раз предложены были в модели, которую я представлял неоднократно, но почему-то в голову она не ложится. Вот даже еще тут в каких-то древних публикациях 90-х годов. Я, честно говоря, даже не помню, какие это публикации. И здесь вот традиционно русские ценности вертикаль. Налево-вниз это проект западных ценностей, там проект Nation State, скорее, это ЛСФ, то есть государство-сторож. Направо-вниз это советские ценности, проект СССР, и вертикально это с традиционно русскими ценностями корреспондируется проект Империи. Вертикально вниз это проект евразийского федерализма, то есть полной каши. Вот эта полная каша так до сих пор в головах у людей и сохраняется. Ценностное пространство кризисного социума. Это была публикация 97-го года в журнале Полития. И здесь вот схемки, те же самые, которые я показывал, представлены проект Империи, проект СССР и так далее. Представлены схемы, где все-таки концентрируется представление граждан о политических ценностях. Тогда, 97-й год, эти ценности были в основном традиционалистские, консервативные, традиционно русские ценности. Это все по данным социологии, это не мои выдумки. Здесь вот также образы элитной группы, какие позиции занимают социальные группы, политические группы, где они концентрируются. Вот тогда, в 97-м году, уже преобладание традиционных ценностей было налицо. То есть, все стремились своих кандидатов в президенты считать националистами-консерваторами. Все стремились. Но тут произошла путинская революция. И он повел страну в противоположную сторону. Не туда, куда тенденция складывалась. Тенденция была такая. Полный развал, полная дискредитация либеральных ценностей и утверждение двух полюсов. Либо это ценности такие социал-державные, социалисты, но державники без меньше интернационализма. Но все равно за обобществление, за отъем частной собственности и так далее, за государствление. И националисты-консерваторы. Вот две доминирующие тенденции в общественном сознании были. Не то, что люди так себя называли, но так их ценностные позиции складывались. Но пришел Путин, наверное, для этого и пришел. Чтобы имитировать консерватизм, имитировать какие-то ценностные позиции, связанные с русской национальной традицией, он все это имитировал, завлек на себя и увел толпу вообще в какое-то болото, где нет ни традиции, ни национальности, ничего. И вот за этот 15-летний период выросло еще поколение абсолютно необразованное, не понимающее ничего. То есть сложившаяся тенденция была разрушена политтехнологией. И вы должны это знать, что Путин это такая ключевая фигура в антироссийской, антирусской деятельности, которая именно была применена в определенных целях, разрушить ту тенденцию, которая сложилась. Все эти тенденции, конечно, непрочные, и усилиями государственной пропаганды можно все размыть. Но вот в 90-е годы не было такой государственной пропаганды, которую устроил Путин. Тотальное промывание мозгов и тотальное снижение уровня образованности людей. Вот массовое закрытие сельских школ, и сейчас в последние годы сворачивание высшего образования и полная его деградация, его уже нет, несредневание в 90-е годы само по себе развалилось от нефинансирования среднего образования, и Путин его аннулировал, можно сказать, то есть вот эти ЕГЭ, это же путинская программа. ЕГЭ это то, что придумал Путин, это не то, что там какой-то Филиппов, министр образования, это президентская программа, это, можно сказать, стратегический выбор, стратегический выбор полностью разрушит среднее образование. И такой же стратегический выбор реализован уже сейчас высшего образования не существует. Есть люди, которые могут в период своего студенчества получить путем каких-то невероятных усилий и своего таланта получить это образование, но государства и частные структуры не дают этого образования, им не позволяют, не позволяют все методики, все установления, которые есть в системе образования, это разрушение самой возможности получать образование. Вот такая ситуация. Поэтому произошла и дебилизация общества, размывание ценностей, которые сформировались в конце 90-х годов, и выбор был уже сделан в пользу русского национального государства. Путин это все разрушил инструментом подавления всего национального в России, захватом средств массовой информации, они уже перестали дифференцироваться, там были все-таки какие-то либеральные, они использовали критику, русофобию тоже использовали, но там хоть какие-то элементы были совести, сейчас нет никакой совести. И поэтому в средства массовой информации годами, уже десятилетиями размывают те ценностные позиции, которые сами формируются под влиянием окружающих факторов. И теперь остается, единственным выходом для России остается русский национализм. Но Путин и компания не дают возможности сформироваться тем самым клубкам, о которых я говорил, в таком ценностном пространстве многомерном должны возникнуть эти клубки вокруг каких-то ценностей, которые притягивают людей. Вот не дают, не дай бог, никаких ценностей. Отечество, правда, свобода, справедливость, все это размывается и даже обращается в прямую противоположность. не свобода для нации, а наоборот рабство и под видом рабства демонстрируют, что якобы есть свобода для каждого. Справедливость, но на самом деле это тоже самое рабство и никакой справедливости не предлагается. Предлагаются лишь такие внешние факторы, внешние явления, которые имитируют, которые заставляют человека думать, что вот у меня-то все не так, все не хорошо, вокруг несправедливость, а страна-то вместе с Путиным все движется к светлому будущему. Вот это вранье, оно дошло до последней точки и сейчас мы падаем, падаем в эту пропасть, куда Путин и компания нас столкнули. Они, в общем-то, не хотели, не хотели удержаться на краю, чтобы и власть свою удержать. Сейчас мы падаем вниз, но нам не за что зацепиться, потому что нет вот этого кучкования. И если даже политология, социология не предлагает какого-то анализа вот этой размытости или наоборот стянутости к ценностям, ну тогда грош цена, тогда для чего вообще существует наука? Я поэтому политологию, как науку, похоронил, ее не существует. Раньше можно было что-то публиковать, о чем-то думать, кого-то убеждать. Сейчас некого, сейчас некого, потому что первые, кто утратил какие-то ценностные ориентиры, это те, кто сидит в Кремле. У них главная ценность это деньги, это монетизация всего и свой карман. Больше ничего нет. Удержаться у власти и продолжать грабить, набивать карманы. Все, никаких ценностей у них не существует. И все это транслируется обществу. Главное это ваша карьера, главное это деньги и покорность начальству. Все, никаких других ценностей быть не может. Не получилось этого у них, но и у общества тоже не получилось. Она тоже разрушена вот этими безобразиями, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Журнал Вестник Аналитики был такой хороший журнал. Вот схемочка, в котором представлено изменение макропозиции. Как либералы упали, как коммунисты и традиционалисты примерно к началу 2000-х годов были примерно на одном уровне популярности. Вот все это Путин было разрушено. И сейчас говорить о том, что существуют такие устойчивые группы уже невозможно. Ну вот здесь я по голосованиям в Думе разных фракций показал, как изменились их позиции. друг по отношению к другу, где была зона согласия. Вот как раз это был 2001 год, ну значит до 2000-го года, 2000-2001 год, вот голосование в течение двух лет я прикинул с такими простенькими методами, как изменилась диспозиция, как втянулись в зону согласия, втянулись в зону согласия яблоко, а вот единство путинское наоборот из зоны согласия вышло, но имитация оказалась такая, что якобы они в этой зоне согласия находятся. И КПРФ тоже, все это была зона согласия, они в общем сформировали как раз нынешний так называемый путинский консенсус, консенсус направленный против нашей стороны, и в этот консенсус входят и думские либералы, и там жириновцы, и коммунисты, и все подряд, то есть вот этот консенсус предателей и воров, вот они все представлены в Государственной тот же самый альянс жуликов, воров, предателей, изменников, подлецов так и останется в Государственной Думе. И ничего не изменится, пока мы не изменимся мы сами, пока мы не начнем стягиваться к этим ценностным макропозициям. Ну, завершая, я скажу, что есть у русского движения свой собственный идеологический базис, он гораздо глубже разработан именно на русской почве, чем любые другие концепции, если вы там возьмете все многочисленные публикации марксистов, то это в основном это мусор, это мусор 20 века, на лопату и в топку. Марксизм, да, составляет определенную доктрину, много произведений, и много произведений, в которых интеллект, конечно, вложен, но такой злой интеллект, разрушительный. Марксизм есть, но это не русское явление, абсолютно не русское, ничего там русского нет, скорее антирусское, и марксисты европейские всегда ненавидели Российскую империю как такое реакционное государство, а русские как реакционный народ. Реакционные народы по их представлениям в будущем должны были подлежать уничтожению. Марксизм антирусское, русофобское явление, и марксисты должны это знать, или по крайней мере знать, что мы это знаем, что марксизм это русофобия, и всякий интернационализм он в русофобии выливается, как и космополитизм, поэтому здесь как раз либералы и коммунисты могут найти общий язык. Они ненавидят государство как таковое, и там, и там в доктринах записано, что это либо умирающая сущность, либо та, которая должна быть уничтожена. Государство не должно существовать, те и другие ненавидят государство, нации для них это фиктивная сущность, там это известная статья Беджамина Андерсона, все цитируют, якобы это прямо спущенная с неба истина, что это все это не реальность нации, национальное самосознание, а некие фиктивные сообщества. Вот они все это объявляют фикцией, ну а раз это фикция, то это не имеет никакой цены, тоже подлежит истреблению, уничтожению, или, по крайней мере, просвещению людей, что все это не нужно. Раз не нужно, значит, этого и не должно существовать, и люди должны к этому прийти. И у марксистов то же самое, и сживание частной собственности, и государства. Вот такое всемирное братство, все между собой переженились, никаких границ нет, и это, конечно, чудовищная ложь, этого никогда не было в истории, и не будет, не будет никогда никакого смешения народов, раз, стирания государственных границ, не будет. Ну, разве что это может быть только в одном случае, если все будут рабами, все будут биороботами, а какая-то каста за кулисами, создавшая механизм Федеральной резервной системы, превратиться в мировое правительство, и будет вот этими рабами управлять. Границы-то, конечно, не исчезнут, но они будут фиктивными, сейчас уже во многом. Ну, смотрите, европейские границы фиктивны, европейские нации размыты, у России границ как таковых нет, Соединенные Штаты отделяются, еще пока отделяются границами, но тоже не могут сдержать эти миграционные потоки, и там, треть Соединенных Штатов это уже территории, заселенные латиноамериканцами, которые даже на американском языке не говорят, и им все эти ценности американского общества, в общем-то, по боку. То есть, происходит старательное стирание либералами, коммунистами, левыми, они все левые, вот левые в кавычках, вот все леваки. Стирание государств, наций, всех различий между людьми, превращение всех в биороботов таких одинаковых. Да, они будут различаться внешне, от этого, ну, никуда не денешься, не могут все одновременно пережениться между собой, одномоментно все народы смешаться и создать такой усредненный тип. Этого не будет. Но все будут ментально одинаковые, вот к чему они стремятся, всех превратить в рабов. Ну, а противостоит этому национализм, только национализм. В России русский национализм, который обособляет русскую цивилизацию, русское национальное государство, русское самосознание и даже русский антропологический тип, который должен сохраниться вместе с той ментальностью, которая опирается на вот эту биологическую основу и из нее вырастает. Она, конечно, помимо этой основы формируется, потому что, в общем, может произрастать и на другой биологической основе, но это уже будет какая-то другая ментальность, то есть взаимосвязь духовного и материального существует даже при том, что есть приоритет духовного в русском национальном самосознании. И мы на этом и стоим, духовное выше материального, но тем не менее обратная связь существует. Если не будет русского народа, где же будет русская ментальность? Ее просто не будет существовать. Поэтому националисты защищают Русь изначальную, древнюю, современную. русский народ, который происходит тоже от древности и от современности и устремлен в будущее, где он должен существовать, во-первых, физически, а во-вторых, ментально, духовно. И это и есть русский национализм. Все это разработано, на это опирается вся русская культура, русская литература, русская самобытность, все то, что есть в России государственного и национального, все опирается на русское самосознание, за которым мы и стоим. И проистекает из русского самосознания, и русская культура, искусство, литература, даже государственный порядок. Все это русское, а все то, что антирусское, направлено на разрушение этого порядка. Вот нынешний так называемый государственный порядок это хаос, это непорядок никого, порядка нигде нет. Вы в любом учреждении найдете полный хаос. Вот сейчас Путин привел государственное управление к полнейшему хаосу. Нигде законы не действуют, их штампуют, 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 где гражданин пытается применить закон, закон не действует. Закон закреплен только за чиновниками. Его применять может только чиновник в удобных для него случаях. А это значит, что никакой законности не существует. Соответственно, ни судов, следствий, все это хаос, все это обман. И только некие традиционные представления о жизни у тех же самых чиновников все-таки побуждают их где-то как-то действовать в общем и целом для того, чтобы хотя бы не потерять смысла своего существования, потому что жить таким дураком, который вообще не понимает зачем он живет, невозможно. Поэтому все-таки какие-то смыслы там хоть как-то ищутся за них, любой человек пытается цепляться, ну такова его сущность. И поэтому что-то как-то работает, но без этого закона к этому никакого отношения не имеют. Пытаются как-то склонить закон в ту или иную сторону, то ли в свой собственный карман, то ли, ну чтобы хоть как-то имитировать свою деятельность. Поэтому благодаря Путину, как и благодаря Сталину, ничего не существует. Наоборот, только вопреки, только вопреки. Вся коммунистическая доктрина направлена на уничтожение государства и русского народа. В России это было только так, и по-другому никогда не было. На уничтожение русского народа. Ну не физического истребления, хотя и это было. Представляете, нет, просто физическое истребление миллионов людей. Как можно больше уничтожить. Это было средство существования коммунистического режима. Позднее это уничтожить самосознание людей и превратить их из русских в советских. Сейчас просто превратить в животных. Вот сейчас путинская политика это превращение русского человека в животное, который думает, что оно человеком. Может быть, наверное, такое. Можно себя марсианином считать или наполеоном. Путин, наверное, себя наполеоном считает. Но ему бы и местечко там, где эти наполеоны обычно и содержатся. А нам надо от сумасшествия избавляться. В том числе и возвращать себе достоинство мы, русские люди, обладаем самой продвинутой политической теорией, самым выдающимся мировоззрением, которое построило мировую державу, империю построила. Не советская система, а русский народ построил все это вопреки всем этим глупостям коммунистических марксистских доктрин. Построил и мировой державой Россия была на протяжении всего своего имперского периода 300 лет плюс 70 лет советского сумасшествия, которое закончилось крахом. И Россия перестала быть империей именно потому, что крах состоялся. Но ментально мы все еще имперская нация, поэтому если мы вернемся к тем ценностям, на которых была основана наша цивилизация многие века, и на которые опирался русский народ, и каждый человек в отдельности тоже опирался, находил какие-то опоры в жизни, тогда мы вернем все себе и земли, и достоинства, и вес в мировых делах, и уж Европа, которая такая пуповинка рядом с огромным евразийским пространством России, будет скорее подчинена тому имперскому проекту, который в России должен быть осуществлен. Но для того, чтобы все это состоялось, мы все русские люди должны стать русскими националистами, и не признавать никаких других доктрин, не признавать никаких заимствований. Нам не нужно ничего от либералов, нам не нужно ничего от социалистов, нам не нужно ничего от этого официозного патриотизма, нам не нужны ваши георгиевские ленточки, мы сами знаем, у нас есть символы нашего величия, и среди этих символов эта ленточка принадлежит только ордену, ордену славы, ордену георгиевских кавалеров, но ни в коем случае это не является каким-то для нас символом, давайте мы этот символ положим в стол, нам раздали всем эти полосочки расцвеченные, но к русскому единственному никакого отношения не имеют. Мы не можем использовать традиционный русский флаг, который сейчас захватили либералы и воры, сидящие в Кремле, вот они его поставили, над Кремлем объявили государственным флагом, мы его не можем использовать, мы его используем, когда вернем себе власть, поэтому мы используем черно-желто-белый флаг, только так черно-желто-белый, еще раз напоминаю тем, кто все время хочет перевернуть, где-то там в интернете увидел какой-то стяг по-иному раскрашенный белый сверху, или кто-то посмотрел видеохронику, видеохроники, что бело-синий-красный, что бело-желто-черный выглядят одинаково, и все вот думают, что это бело-желто-черный, на самом деле, это бело-синий-красный традиционный русский триколор, сейчас вот он в руках у изменников, тех, кого правильно называют власовцы, да, вот изменники и власов тоже был изменником, он присвоил себе этот флаг, но теперь эти власовцы сидят в Кремле, но когда мы избавимся от власовцев, тогда мы отмоем этот флаг, и будем его использовать, отмоем от той грязи, которые его заляпали, будем его использовать в своих целях, он тоже будет государственным флагом, ну а сейчас символ русского движения черно-желто-белый флаг, никак иначе, только так, и только с таким флагом надо выходить, если вы хотите продемонстрировать единство, а дальше эти цвета можете использовать как угодно, любые флаги, создавать там каких-то организаций, но наш общий флаг, черно-желто-белый флаг русского движения, наши общие идеологии, русский национализм, не национал-социализм, не национал-либерализм, Все это в уклонение от стержневой идеи, которая очень основательно проработана в русской философии, в русской политической мысли. И нам этого достаточно. Нам этого достаточно, то есть того богатства, которое есть у нас достаточно. Не надо писать каких-то фундаментальных трудов, они все написаны. Можно писать просветительские труды. А то, что написано, надо осмыслять. И как раз эта просветительская деятельность очень важна для русских интеллектуалов. И я призываю именно к такому творчеству. Не надо выдумывать какие-то доктрины. Сейчас пишут, иногда мне присылают. Просто диву даешься, насколько безграмотные люди. Не освоив русского мировоззрения, не освоив русского интеллектуального достояния, люди начинают городить какие-то невероятного размера доктрины, расписывая все подетально. И даже не ссылаясь, откуда они это все взяли? В вашем мозгу кактус вырос, и вы этот кактус начали описывать. Ну что это за стыдобище? Люди даже с какими-то научными степенями пользуются вот такой методикой. А я считаю, вот это вот в конце 80-х годов, вот именно в такой интонации эта фраза произносилась, мне просто каждый раз меня передергало. А я считаю. Ну мало ли, что это ты считаешь. Ты можешь считать все, что угодно. Но есть люди, которые очень основательно подходили ко всем тем мыслям, которые они потом высказывали. Они опирались на мировое интеллектуальное достояние. Они были энциклопедистами. И они выдали на гора вот тот продукт, который нам надо только освоить. И я несколько раз уже короткий список литературы оглашал. Общий список литературы, включая и зарубежную, ну вряд ли превышает 100 книг. То есть для того, чтобы интеллектуал потом начал творить, вот он должен эти 100 книг прочесть. А для обычного человека в своей библиотеке надо иметь ну десяток книг. Десяток книг, не больше, которые надо читать. И где все сказано, ну читайте, начните с Ивана Ильина. Иван Ильин, наши задачи. Ну что еще вам нужно? Что еще вам нужно? Прочтите, тут есть. Хотите там узнать, как русский националист должен относиться к Гитлеру? Так здесь написано, здесь все это есть. Вот поэтому не надо унижать себя и не надо черпать что-то у наших врагов. И считать, что мы вот такие недоделанные люди, у нас ничего своего нет. У нас есть абсолютно все. И написано гораздо лучше, гораздо интереснее. И главное вернее, чем у всех остальных. Либеральной социалистической, коммунистической доктрины ничто в сравнении с тем, что написано за 20 лет русскими националистами и интеллектуалами. У них нет вообще ничего. Ну назовите мне какую-нибудь книгу там, какого-нибудь либерала. Ну берешь книгу Гайдара, это же книга психа, это там государство эволюции, которую он там написал. Это книга безграмотного психа. Может еще какие-то есть книги, я не знаю. Есть какие-то зарубежные, но читаешь это все мусор, понимаете, мусор 20 века. Зарубежные, а современные либеральные мыслители в России есть, там, стратегия 20-20. Ну все, мы уже прожили этот период, мы уже вот 20-й год, вот он рядом. А то, что написали эти так называемые интеллектуалы, ну это бред силы кобылы. Вот это не надо быть семипядей во лбу, чтобы вот пролистав это все, даже не читая подряд, понять, что это мусор, это мусор. И сейчас там в Кремле опять что-нибудь там такое напишут, скажут, ну там, стратегия 20-30. И опять это будет мусором, уверяю вас. Вот все, что в Кремле там принимают, концепция национальной безопасности, концепция там национальной политики, все это пишут люди недоделанные, недообразованные, не понимающие ничего. А в Кремле политтехнологи берут разнородный текст и складывают их вместе, не задумываясь о том, что там полно противоречий. Я в свое время читал эти концепции, потом просто перестал, потому что это интеллектуальная халтура. И предназначена только для одного. Нате вам, жрите, это вот кость, кость грызите. Читайте, анализируйте, кто близок к власти, хвалите, остальные ругайте. Да какая нам разница, мы напишем еще там, закажем, дадим там денег своим же людям, они опять напишут какую-нибудь, извините, лабуду, а вы все это обсуждаете. Не надо это все читать. Надо читать труды русских национальных мыслителей, философов, политиков. Вот это является ценностью для нас. А все эти либеральные доктрины, марксизм, ну не надо читать капитал, это просто трата, пустая трата времени. Есть несколько книжек марксистских, которые на досуге можно прочесть. Если бы вы все остальное освоили, там, Энгельса, там, «Диалектика природы, происхождение семьи и частности, собственности и государства». Стоит читать, ну, ленинскую материализму, империю критицизма, ну, надо быть, ну, вот, наверное, таким, как я. Я там в студенческие годы прочел ее, что-то там для себя нашел, но к настоящему времени, слава богу, забыл, потому что куда более глубокие книги прочел там в течение 20 лет в огромном количестве. А это все не нужно, понимаете? Весь, все эти социалистические, социальные идеи, да все это есть, все социальные идеи есть в русском национальном мировоззрении, в русской национальной идеологии. И у Ивана Ильина, книжку, которую я показывал, тоже есть, он показывает различия между социализмом и социальным. Социальное – это одно, социализм – это прямо противоположное социальному. Социализм – это разрушение социальности. Вот в чем беда-то. А вы лезете туда, вы давайте социальная справедливость, кто вам в голову вложил эту глупую формулировку «социальная справедливость». Да в любой доктрине, какую ни возьми, есть своя социальная справедливость. Только у одного справедливость – это эгоистические интересы меня, любимого, и поэтому я поддерживаю там, кто-то там из этих людей, поддерживает, ну, таких вот политиков типа Немцова, там, или какого-нибудь сегодняшнего, там, Касьянова. Я не знаю, кто у них теперь пользуется большим авторитетом. Вот, или Кудрин, или Касьянов, кто? Вот раньше Немцов был их портретом, их иконой. А зачем это все нам? Зачем все эти персонажи, все их лозунги? Нам не нужно их анализировать, не нужно с ними спорить. Если спорить, то только со своими, избавляясь от вот этого мусора, от понятия там «социальная справедливость», которая вот тянет нас то в социализм, то в либерализм. У нас есть свое понятие справедливости, национальная справедливость, у нас свое понятие о свободе. Личная свобода связана со свободой нации, с ее суверенитетом. В рамках этой свободы я могу найти свою свободу и буду добиваться ее, потому что национальная власть склонна к тому, чтобы все-таки индивид жил именно как свободный человек, как представитель служилого сословия, или свободный предприниматель, или свободный мастер, труженик и так далее. То есть у нас есть свое понимание свободы. Зачем нам тащиться к либералам, которые готовы ради своей индивидуальной свободы разрушить государства, нации и всех превратить в рабов? Или зачем нам тащиться к социалистам, коммунистам, которые тоже хотят все разрушить? Непонятно для чего. Четвертый сон Веры Павловны, вот все вот, весь образ будущего, который они могут предложить. Да, очень хорошее литературное оформление у Чернышевского, что делать, кому интересно, может прочесть. Но все это не имеет никакого отношения к русскому национальному достоянию в виде интеллектуального продукта. Вот давайте мы этот продукт как раз будем присваивать себе, вернем его себе, будем насыщать соответствующими идеологическими комплексами свое собственное сознание и становиться носителями русского самосознания, пропагандировать это русское самосознание, быть по отношению к другу русскими людьми, а не конкурентами, не спорщиками. Вот этот процесс требует как раз просветительской деятельности в области политологии. Но там политология занимает крошечку, вот я какого-то аспекта коснулся. Может быть это вообще даже все, что необходимо знать из области политологии. Все остальное наносной мусор, все остальное нам рассказывают либералы-социалисты. А у нас есть Ильин Победоносцев, Иван Солоневич, Михаил Менщиков. Вот мы эти книжки прочтем и нам и так все станет ясно. Нам не нужно будет пользоваться вот этим, в том числе и терминологическим мусором, который нам пытаются в голову вложить, чтобы мыслили так же, как они. Но нам не нужен этот идеологический мусор, нам не нужно устраивать столкновение в своем собственном мозгу между капитализмом и социализмом. Это пустые, совершенно ненужные термины, их можно выбросить и без них обходиться при анализе политической действительности. На этом я прощаюсь, до новых встреч. Русские новости будут продолжать, в том числе и передачи по ликбезу в разных областях, в истории, в политологии, философии. И обращаюсь к призывам к русским людям, ну хватит уже сидеть на печке, надо мозгами ворочать, и надо с этой печки вставать, надо вставать в ряды русского движения. А без этого мы рабы, мы русские люди в настоящее время порабощены. Это надо осознать и это надо преодолеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова